всем привет сегодня мое очередное видео про интересные игры и так сегодня я расскажу про игрушку digital combat simulator где и диссис волк или просто диссис компьютерная игра в жанре симулятор боевых действий от российской компании игл динамикс чем-то очень сильно напоминает ил-2 штурмовик авиасимулятор игра разработана российской компании 1с медокс гейм и издана в россии компании 1с 2001 году с ней я сравню диссис немного попозже чтобы вы сами решили права ли я или нет диссис волк хороша для моих зрителей еще и тем что вы можете в ролике увидеть ссылку на свободное скачивание этой игрушки на официальном сайте где сможете сами опробовать ее и решить насколько она интересна и стоит ли в нее играть бесплатном распространении игры присутствует несколько миссий свободного полета а также несколько боевых и два типа самолетов игра как бы рассчитана на на наблюдение красоты военной авиации и это как-то смутно что-то напоминает из реальной жизни в аннотации к игре на экране загрузки написано от создателей что они не не несут никакой ответственности перед создателями летательных аппаратов представленных в игре марок и никакой связи с ними не имеют игрок может рассматривать свой самолет с различных ракурсов и рассматривать его огневую и скоростную мощь по сравнению с игрой ил 2 штурмовик управление по большей части поменено на точно противоположное поэтому долго осваивать его мне не хватило сил управление очень сложные тем что нужно запомнить каждую кнопку а их здесь миллион автомат пробной миссии реализован только как продолжение полета после падения самолета в виде демонстрационного поэтому для покатушек придется очень попотеть хотя в инструкции настройки автоматический полет прописан клавишей а как и выл 2 штурмовик но видимо все станет доступно после покупной версии поэтому если вы любитель сесть настоящий истребитель и подняться в небо как настоящий пилот то вам должно понравиться сложный взлет самостоятельно благо здесь в отличие от l2 штурмовик есть голосовая инструкция по каждому переключателю с названием его на панели точек ракет показывает количество ракет в залпе значение может изменяться при помощи кремольеры рэссет задержка взрывателя ракет производят выбор между мгновенным и замедленным срабатыванием детонаторов ракет переключатель освещения кабины как петла из производят включение и регулировку заливающего освещения кабины правда на моем видео вы не сможете его рассмотреть но может в платной версии эти надписи будут видны управление здесь реализовано лучше чем был 2 штурмовик тут уже можно плавно выставлять рули высоты и направлений и самолет летит ровно а не прыгает как блоха на сковородке опять же весь алгоритм говорит о том что это все копия и л-2 штурмовик более скоростным самолетом су управлять мне стало совсем скучно все понятно большие высоты плавное проплывание земли и выстрелы самонаведения должны впечатлять своей мощью боевой воздушные машины но мне больше нравятся личные действия более ритмичного характера и не впечатляют способности расчетливые стрельбы машины когда в игровом процессе они слабо захватывающие сам разворот самолета выглядит довольно мучительно и полет ракеты на облезлом пейзаже по наземным коробкам не впечатлил остается четкая уверенность что игра это медлительная даже сонная рассчитана на медитацию под звуки летящих ракет или подмерный гол пассажирского лайнера вы сами сможете заценить стоит ли мучиться в эту игру так как за внешней красотой самолета стоит сложность его подъема и посадки и в этом основная прелесть игры если вам нравится сам полет и кнопки в кабине то эта игра точно для вас если вам нравятся крутые виражи быстрая смена действий и более живая картина сражения то и л-2 штурмовик интереснее конечно платная версия будет другой за цену от 600 рублей до пяти тысяч вам станут доступны и карты и миссии и другие версии самолетов вертолетов и возможно другой техники на начальном экране игры их сразу предлагается приобрести на медальках внизу экрана варианты другой игры а на сайте производителя вы можете скачать пробный вариант и зарегистрировавшись играть в мультиплеер у меня не возникло такого настроения ил-2 штурмовик показался мне интереснее живее но в принципе стал совершенно бесполезным несмотря на хороший замысел и восхитительное начальное воплощение игра видимо оказалась недоделанной и возможно доделанной не будет ваш самолет в игре ил-2 штурмовик обязательно падает и падает весь ваш штурмовой отряд самолетов складывается впечатление что так задумано специально чтобы не продолжать карьеру которые наверное и нет вы можете играть и вечно но это 5-6 миссий и как далеко они зайдут сложно сказать для этого нужно играть очень долго и упорно чтобы распознать замысел мне хватило за дело и надо сказать она с какой-то стороны восхищает вполне может быть что dcs world задумка начистое был 2 была доведена до конца но чтобы это узнать нужно потратить тысяч десять в рублях как минимум игра в основном распространяется за рубежом но вы можете попробовать как я на официальном сайте наверняка найдутся те кому очень понравится на этом все подписывайтесь на канал и смотрите мои видео пока а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова